В славянских школах немало прекрасных учителей, которые интересно преподносят учащимся знания, обеспечивая высокую успеваемость. Но школа – это не только источник знаний, но и место, где ребята получают возможности для разнообразного и полноценного развития вне уроков. Об этом и шла речь на районном семинаре в 12-й школе. Заместители директоров школ по воспитательной работе со всего славянского района прибыли в 12-ю школу. На семинар совещания, организация дополнительного образования учащихся. Всех собравшихся тепло приветствовала директор 12-й школы Ирина Яровая, которая подчеркнула значимость темы и желание образовательного учреждения поделиться накопленным опытом работы. Мы хотим с вами поделиться частичкой нашего тепла, частичкой нашего гостеприимства, частичкой наших достижений. И именно это наша цель. Поверьте, мы старались как могли. Мне очень хочется, чтобы вы тоже это почувствовали. Я желаю всем удачного дня и успехов на сегодняшнем мероприятии. Начальник отдела воспитательной социально-профилактической работы и дополнительного образования управления образования Славянского района Лариса Шаблеева заострила внимание аудитории на практике решения основных задач в сфере дополнительного образования. Помимо теории наши коллеги посмотрят, как организована кружковая деятельность на базе этой школы. У них хорошо развита и робототехника, и творческая направленность, и художественная направленность, и спортивная направленность. Есть школьный театр. Вот сегодня мы это все посмотрим. В подробном докладе заместителя директора школы номер 12 по воспитательной работе Татьяны Ковальчук говорилось о том, что необходимо создать условия для проявления и развития учащимися своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Одним из важных условий в работе нашей школы является организация дополнительного образования учащихся. В нашей школе созданы все условия для творческого и физического развития детей. Дополнительное образование осуществляется практически по всем направлениям. Особо яркие в нашей школе это вокальная студия, театральная студия, арт-клуб «Калейдоскоп», развитые объединения спортивной направленности. Только искренняя заинтересованность проблемами детей способна понять и увлечь за собой, а значит обучать, развивать и воспитывать. Это главный ключ к росту учащихся. На практической части семинара его участники познакомились с театральной студией, студией эстрадно-джазового вокала, танцевальным клубом, секцией спортивного туризма и другими интересными кружками и клубами. Впечатления были очень позитивные. В нашей школе очень, конечно, тянутся больше к физическим упражнениям, я имею в виду доп. образований. У нас охват практически 40% детей, даже 50, наверное, примерно, посещают кружки доп. образования по физической культуре и туризму. То, что я сегодня увидела, у меня просто нет слов. Это замечательно организовано дополнительное образование для детей. Просто нечего даже добавить. Потрясающе. Мне очень понравилось. Мы будем разговаривать с нашими педагогами, с директором школы о том, чтобы как-то более эффективнее проработать этот наш кружок доп. образования по туризму. После практической части представители образовательных учреждений подвели итоги всего увиденного и услышанного. Как сказала начальник управления образования Елена Щурова, наша задача создать пространство детства в школе, дать возможность ученику стать успешным, примерить на себя роли спортсмена, художника, актера, то есть разносторонне развиваться. Семинар стал очень полезным и продуктивным для всех его участников. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.